Директор НАБУ Артём Сытник отчитался о результатах работы бюро за три года. Его оценка? НАБУ есть за что похвалить. Обвинения уже составлены против 200 человек, более 160 подозреваются в совершении преступлений. Вот только финальных судебных решений практически нет. Почему, напомним в нашем материале. Зрелищные задержания, громкие обвинения. Национальному антикоррупционному бюро три года. Директор НАБУ Артём Сытник конвертирует время в деньги. По его подсчётам детективам удалось сохранить в государственной казне 2 миллиарда гривен. Борцы с коррупцией и с закупками в Минобороны разобрались и с незаконным земельным дереваном в Киевской области. Больше статистики на официальном сайте ведомства. Антикоррупционная математика – это и почти полтысячи дел в работе. Полторы сотни подозрений, сотня производств в суде и около двух десятков приговоров. Вот только по резонансным делам пока судебных решений нет. Насиров, Розенблат с Поляковым, судья Буран и Труханов. Год назад «Страна заворожена» следила за мытарствами Романа Насирова под клетчатым одеялом. Он уже успел стать мемом. Инферкт миокарда. Но не стал ни оправданным, ни осужденным. Пока Насиров сидит под домашним арестом. Самое громкое дело прошлого лета – Янтарная. Его фигуранты хоть уже и без неприкосновенности, но с мандатами. Борислав Розенблат и Максим Поляков. Люди уже почти свободные. С них и электронные браслеты сняли. А Розенблата на этой неделе даже потерпевшим от действий НАБУ признали. И так почти по каждому делу. Их разваливают, рассыпают и затягивают. Словом, применяют весь арсенал украинской эфемиды. В Национальном бюро уверены, пока не будет изменений судебной системы и приговоров тоже не будет. Ну а пока очередное громкое обвинение от НАБУ с далеко идущими последствиями. На взятки в Киеве задержан сотрудник СБУ Александр Карамушка. Хотел получить почти 50 тысяч долларов. Сегодня ему официально предъявили подозрение и выбрали меру пресечения. Два месяца ареста с альтернативой залога 1,2 млн грн. Сытник утверждает, что СБУшник брал по 3 тысячи долларов с иностранцев, которые незаконно получали вид на жительство в Украине. Схема стара как мир. Через фиктивный брак. Бюро даже опубликовало фрагменты оперативного видео, которое должно доказать вину обвиняемого. Это расследование продолжает большую спецоперацию НАБУ по выявлению коррупции в миграционной службе. СМИ обычно подавали эту историю только через фигуру Дины Пимаховой. Как замглавы службы. Но вообще в ней могут быть замешаны должностные лица и других ведомств. Департамент К не имеет желания бороться и против действиями миграции. А наоборот, много всего этого влияет. И те разговоры, которые мы зафиксировали, в этих разговорах очень часто вспоминают самые высшие руководители этого департамента. Поэтому для меня сейчас эта ответственность очевидна. Я с великой повагой отношусь к главе СБУ Василия Грицака. И дякую за то, что есть полное влияние в расследовании этой истории, которая была вчера. Но я тут полностью согласен с его публичной позицией, что СБУ должна заниматься теми делами, которые действительно должна заниматься специальная служба. А не заниматься прикрытием незаконных мигрантов. И уже сегодня вместе с сотрудниками СБУ детективы бюро пришли с обысками еще в один из судов столицы. Следственные действия проводились в кабинетах сразу двух судей и заместителя главы аппарата суда. Причина – взятка в 10 тысяч долларов за принятие нужного решения по судебному делу.